В Волгограде в преддверии Дня города награждают лучших представителей в различных отраслях и сферах деятельности. Сегодня церемония награждения состоялась в Красноармейском районе. Почетными грамотами и благодарственными письмами глава Волгограда Владимир Марченко наградил работников предприятий и организации. С места событий Илья Власенко. В администрации Красноармейского района чествовали работников различных отраслей, которые добились лучших результатов в своей деятельности и стали примером самоотверженного труда на благо родного города. С наступающим Днем города волгоградцев сердечно поздравил глава Волгограда Владимир Марченко. Это праздник города, это праздник района. Пожелать всем здоровья самое главное. И, конечно же, сказать спасибо за ту работу, что вы делаете и в плане воспитательном, и, конечно же, отдельные слова благодарности и учителям, и врачам. Особое спасибо и дорожникам, и промышленникам, которые являются наполнителями нашего бюджета. Это те люди, которые делают всё для того, чтобы в бюджете нашем появлялись деньги, которые мы будем направлять на инфраструктуру. Город – это не только здания, парки, улицы и предприятия. В первую очередь это люди, которые трудятся на благо родного района. Наталья Побединская вот уже 20 лет возглавляет 125-ю школу и учит детей английскому языку. Это образовательное учреждение – одно из первых, где большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Я занимаюсь любимой работой, потому что в моей семье три учителя заслуженных России. И дед тоже был первым директором в районе, ещё до войны. И бабушка, и тётя – все заслуженные учителя. И я стараюсь быть на ними похожим. И потом другой профессии для себя никогда, ну не видела просто, понимаете. Люблю, занимаюсь этой профессией. Я забываю обо всём, когда в школе. Вера Арефьева – директор 6-й гимназии. Каждый год педагогический коллектив образовательного учреждения радует город своими достижениями. А дети принимают активное участие во всероссийских и международных конкурсах. Мне очень приятно, что я живу в этом городе. И вот то, что сегодня мы увидели, что глава района приехал поздравлять. И я думаю, что это станет традицией для главы города приезжать в район, говорить спасибо тем, кто прославляет город Волгоград. Ведь это же очень важно людям. Его присутствие сегодня – это очень важно для всех нас. В этом году Волгограду исполняется 433 года. Традиционные праздничные мероприятия пройдут во второе воскресенье сентября. В программе больше 120 мероприятий, концерты, фестивали, соревнования и мастер-классы. Ну а пока чествование отличников профессии продолжается. Встречи с головой города состоятся во всех районах. Илья Власенко, Виктор Хиврин. Время новостей. Грани.